всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый хобби влог кому интересно оставайтесь со мной приятного вам просмотра сегодня решила пораскрашивать в миллион новогодних котов джона бигвуда новый год уже прошел но все-таки еще зима поэтому вполне можно по раскрашивать хотя я думаю что по раскрашивать можно в любое время когда хочется я правда вот так полистала полистала много здесь в общем то таких миленьких иллюстрации которые бы я не против по раскрашивать но вот мне бы даже хотелось по раскрашивать развороты какие-то ну точнее узоры но они здесь все разворотами в теории можно не привязываться к этому и все по-разному в разное время раскрасить но короче я подумала что наверное у меня даже есть здесь закладка в общем раскрашу кая вот эту иллюстрацию раскрашу по крайней мере большого котейку я акварелью сейчас я только сменю воду в своей вот солнышке вот этой вот достану акварель конечно же это будет детская акварель ну и вернусь к вам так я к вам вернулась достала свою любимую акварель кулуч налила себе чай и порезала морковку буду хрумкать ну и раскрашивать так только надо еще взять кисточку в солнышке чистая вода так что приступим главное во всей этой ситуации кисточку в чай и не обмакнуть для котеек у меня есть вот такая вот замечательная красочка я этот цвет просто обожаю а потом посмотрим может быть либо какая-то еще будет какой-то здесь цвет добавлю именно из аквареля может просто карандашом доработаю под настроениться вот ну конечно бумага прям впитывает краску прям моментально поедает ее это не очень хорошо конечно так что может быть придется или ждать когда высохнет ой уж а либо придется ждать когда высохнет или дорабатывать действительно карандашами а я сейчас что-то смотрела подвисала на youtube чеки ну там смотрела по вязанию видео еще что-то потом смотрю у меня там высветился этот плейлист какой-то типа джем ну там где всякие клипы я вроде и не смотрю не знаю что он у меня там высветился ну короче думаю что-то знакомое смотрю в общем клип оказался в котором я когда-то снималась так забавно посмотрела вспомнила там наш балетный зал все наши девчонки вот с некоторыми с некоторыми об даже увиделась с огромным удовольствием да прикольно было я наверное может быть даже ссылочку либо где-то здесь оставлю ну или в контакт добавлю на самом деле прикольно прикольный клипчик был но это правда не единственный клип но там не не главное конечно же роль такой эпизодик вернее мы там такими балеринками были вот но это не единственная где я появлялась забавно у меня много чего на видеокассетах наверное что-то оцифрованное но я ничего не загружала наверное никуда хотя я не помню может и загружала но кстати я по этому клипу вспомнила такой момент я всегда когда приходится раскрашивать там лица я говорю что я не люблю что я раскрашиваю также как вот сама крашусь то есть макияж без макияжа все дела и вот вспомнила что в то время то я красилась и я помню я приехала на съемки накрашена но хотя просили безусловно не красятся но понятно что мы еще господи подростки были дабы не смывать с нас этот макияж и не перекрашивать как вот уже просили без макияжа но я пропустила это мимо ушей и приехала конечно же при макияже но удивительно что мой макияж подошел и в общем ты мне просто немножко подкрасили губы что было приятно и все то есть ну как бы в целом у меня был нормальный такой макияжик но тогда я ярче красилась намного ярче понятное дело кто в этом возрасте не красился нет ну наверно кто-то не красился но это не я я тогда очень лихо красилась считаете как на сцену не она это там все было именно прилично вот прям реально прилично видимо поэтому они решили макияж и оставить забавно что мне это видео попалась я уж про него и забыла а тут выскочила так ну а тем временем котейка раскрашивается потихонечку такой рыженький милаха а вот этих вот маленьких котеек я даже не знаю наверное карандашами есть смысл раскрасить так сейчас ой там еще где лестница я пропустила ладно сейчас раскрасим главное грязь не развести вот так тут и мэджика найдется работа сейчас очень красивый цвет он мне прям прям очень нравится красивый а ну и вот здесь еще тоже чуть было не упустила но просто уж хочется сразу все закрасить что пусть сохнет теперь чё у нас с обратной стороны ну будем надеяться что высохнет и катастрофы не будет так чё делать дальше котейка наверно раскрашивать свитер с другой стороны вот ему тоже нет остальное конечно буду карандашами я думаю что может быть еще единственное что вот здесь вот наверное гуашью сейчас я возьму от гамма синюю потом еще открою белую гуашь и возьму какую-нибудь пастельную или вот эту вкус вил или эрих крауза без разницы ну вот у меня тут вкус виловская сверху лежит возьму тогда ее ну это одну без разницы не знаю что получится чего не получится тут же типа снег ну вот здесь будет синяя ну вот как то так мне хочется испорчу не страшно так теперь беленького вот так чтобы было по фактур не ой следы только получается что я до закрашиваю не хочется следы трогать лапки ну пусть вот так просто чтоб и было не сильно синяя да тут вот я лапки то не учла ну ладно если что можно подправить дорисовать уж это то вполне можно вот теперь можно и голубым вот этим вот цветом ну здесь все равно раскраска потом развалится я уже предусмотрительно там прокрашиваю дабы не делать лишние работы потом я очень не люблю такие вещи я иногда люблю возвращаться к прежним раскрашенным иллюстрациям и чего-нибудь дорабатывать доделывать иногда вот но это по собственному желанию никогда раскраска развалилась ее приходится против своей воли доделывать но не оставлять же и наверное теперь еще снова беленького ну вот эти мелкие точки можно и замазать чувствую меня белая краска что-то везде пошла и в акварели и в гуаше активной активные я и стала использовать ну и хорошо лапки ну ладно у меня же тоже лапки и даже когти сейчас мы это дело подправим вот как то так котейка что котейка еще сохнет вот 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 эти вот наверное нужно взять виста артиста взяла вот эти карандаши акварельные ну и и по традиции обведу здесь ну кстати может быть и с котейками примерно плюс-минус так же поступить и сейчас размыть а потом когда высохнет перламутром пройтись я уж не знаю почему но акварельные карандаши плохо размываются любые у меня если сразу перламутра взять конечно так было бы значительно удобнее да вот сколько пользуюсь уже вот этими акварельными в плане размытия вообще прекрасно я уже тут присматривалась там сколько 48 по моему цветов то есть несмотря на даже манделуза которые тоже очень хорошие но в принципе котеек я наверное в любом случае хочу рыженькими делать хотя ну здесь вот мышонок есть поэтому в теории можно наверное как-то даже разбавить ну вот этот пусть серым будет а вот этого рыженького сделаю тоже так по краям а он же еще в одежке да ну да ладно какую ему одежду сделать непонятно пусть будет фиолетовая фиолетовая так мне захотелось сделаем такую фиолетовую одежду а шарфик а шарфик пусть будет синенький вот теперь разною посмотрим насколько растянется цвет я наверно здесь маловато конечно можно еще сверху я маловато я карандаша нанесла но я еще не знаю как может быть эти карандаши протекут например на ту сторону хотя не страшно я в большинстве раскрасок уже перестала в принципе беспокоиться по этому поводу понятное дело что там какие-то спиртовые маркеры я использую только в односторонних иллюстрациях а так вот если акварель протечет но в основном только вот варьирую детская или на двусторонних на односторонних там в в кюветках вот собственно и все а так если что-то даже протечет ну как бы не страшно так здесь же тоже ой надо было понятно что сюда бы не разнесся пигмент ну ладно будем ждать когда высохнет хотя вообще я пробовала на мокрое наносить вроде ничего нормально ладно сейчас рискнем а то я потом забуду или будет возвращаться вот так то лучше неплохо так ну что этот у нас будет сереньким скорее всего скорее всего ну да значит нанесу здесь черный и тут не ну вот очень даже неплохая раскраска в целом свитер я сделала ну вот такой вот ну хотя думаю что тоже потом все это доработается карандашами а то бледновато выходит мне как-то хотелось бы все таки иллюстрацию поярче сейчас я возьму берлинга которые мэджики ну такие смысле двухцветные карандаши это подарок оксаны привет тебе и огромное спасибо ими будет отлично раскрасить лесенку карандаши тоже очень мягкие ну берлинга видите я уже тут вляпалась но это не прям сейчас это я за кадром берлинга в принципе марка хорошая мне нравится вот у меня ручки металлик есть от берлинга шикарные да и вот пастельные карандаши классные и металлик карандаши тоже классные ну вот и здесь сейчас разверну раскраску ну вот симпатичная лесенка получается фон я наверное сделаю сухой пастелью мунга ну она как бы во первых яркая во вторых чтобы уж действительно что-то на обратную сторону совсем злостно не протекло потому что не исключено с этой бумагой нет но в принципе да вот здесь вот чуть-чуть желтая желтит но как бы не злостно но я думаю что если делать именно небо фон то точно протечет вот здесь я почему-то резко забыла что у котейки шмотки ну то то что он в одежде и раскрасила все одним цветом ну ладно с доработкой карандашами все будет нормально ну мышонок с мышонком думаю что тут тоже так его размою лапки лапки ушки так аккуратненько такой маленький ну вот а уж а одежку я ему точно буду только карандашами делать чтобы не не извозить что нить бы с этим придумать ну и этот я думаю так а этот получается что без одежды только шамфон вообще прекрасно мне только радость сейчас сделаем вот здесь вот рыженьким и вот здесь и так же возьму коричневый карандаш там где затемнение вот для разнообразия будет так прекрасно приступим к размытию конечно вот этим раскраскам бумагу бы получше и цены бы мне было как говорится потому что раскрашивать их ну акварелью с доработкой карандашами очень бы было неплохо может быть даже чисто акварелью и бумага бы здесь не повредила нормальная качественная ну вот как то так дело двигается это видео я буду завершать пойду себе поставлю еще чайку если видео понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал заходите в инстаграм 3 семерки рыжие 3 восьмерки я благодарю вас за просмотр желаю здоровья настроения вдохновения уютных раскрашивательных вечеров до скорой встречи всем пока пока не протягиваются isine 今 chapter вообще это можно